Слушаю, гид. Хорошо, соединяй. Хорошо. Слушаю. Нашёл такой дом, как я хотел? Прекрасно. Когда я могу на него посмотреть? Хорошо. Хорошо, иду, увидимся. Давай. Хорошо. Папа, ты сейчас не занят? Собирался уходить, это важно. Одному моему другу нужна работа. Хотел спросить, можно ли что-то придумать? Если спешишь, то позже поговорим. Давай потом поговорим. Хорошо. Привет, Синан. Привет. Как же прекрасно. Отец и сын за делом. Молодец, Волкан. Спасибо, дядя. И? Где Бурак? Бурак? Ты меня рассмешил, Синан. Ты ведь знаешь Бурака. Так много работал в Бодруме, что сейчас отдыхает дома со своей собакой и играет с ней. Ты уходишь куда-то? Иди. Я побежал. Увидимся. Встречусь с Маклером. Эльчин хочет переехать в Стамбул, поэтому присмотрю ей пару вариантов. Хорошо? Синан, зачем это нужно? Вы взрослые люди. Пускай Эльчин переедет к тебе. Вот и всё. Я не понимаю, чего вы ждёте? Да я готов к этому, но Эльчин, ну у неё, наверное, свои причины, понимаешь? Эльчин девушка с характером, но хорошая девушка. Знаю, что мы обоим будет очень хорошо вместе. И я знаю. Удачи. Спасибо. 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 Я не буду ей звонить. Эда, как ты будешь просить номер осла у брата? А я не буду просить. Ты отвлечёшь брата, а я тайно перепишу номер. Как это? Как-как? Как я и сказала. Как я буду отвлекать твоего брата? Ну ты придумаешь что-нибудь. Пойдём. Иди, иди. Папочка. Дочка. Ты куда? У меня сейчас одна встреча, но если тебе нужно, то я могу задержаться. Нет, папочка. Брат здесь? Да, здесь. Ладно, папочка. Увидимся. До встречи. До свидания. Брат, мы пришли. Привет. Привет. Проезжали мимо и решили заглянуть. Хорошо сделали. Садитесь. Можно? Добро пожаловать. Что желаете? Мне ничего, спасибо. Мне минералку. Хорошо, господин Вулкан. Зарядка закончилась. Подожди, здесь должна быть. Нет, у нас нет столько времени. Мне нужно позвонить подруге. Могу ли я воспользоваться твоим телефоном, а? Конечно, сестренка. Брат Вулкан. Это ты? Это Бурак, а тот, что рядом, я. Да ну, ты такой милый. Конечно, и Бурак милый, но ты какой-то особенно обаятельный, сладенький такой. Да, я был очень обаятельный в детстве. Спасибо, брат. А ты же не позвонила. Ээээ, я передумала. Да. Ладно, мы пойдем. Так быстро? У меня есть еще одно дело, я только что вспомнила. Да-да, у нас одно дело, увидимся. 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 Ты взяла номер? Подожди, а то я забуду. Готово, миссия выполнена. Алло. Ослы, это я, Эрдем. Простите, что беспокою, просто Гонжа не отвечает на мои звонки. Интересно, почему? Вы правы, конечно, но ошибаетесь. Гонжа меня не слушает, хотя бы вы, вы слушаете. Ладно, слушаю. И в чем мы ошибаемся? Сначала расспрошу ее, узнаю, почему они расстались. Да, так прямо и не спросишь. Но мы-то знаем, почему, но... Надеюсь, она тоже хочет помириться. Если так, то наша задача упроститься. Ослы, это ты? Эээ, я... Слушаю, это я. Я Эда, сестра Валкана. А, привет, Эда. Как ты? Хорошо, Ослы. А ты как? Мы так и не поговорили, ты рано уехала. Да, так получилось. Если это не личное, то я хочу спросить у тебя кое-что. Брашивай, конечно. А почему вы расстались с братом? Я очень расстроилась. Поделикатнее. Зачем так прямо? Ну... Будет лучше, если на этот вопрос ответит твой брат. И за Денис, да? Я ведь знаю. Но поверь, брат не имеет никакого отношения к Денису. Проблемы не только в этом. Ну ладно. Может быть, поговорите и помиритесь? Я не буду больше вмешиваться. Но это ведь не препятствие для вашей встречи. Ты мне очень понравилась. Я хочу увидеться с тобой. И ты мне очень понравилась. Конечно, можем встретиться. Ну и хорошо. А что ты делаешь вечером? Нет никаких планов. Супер, тогда увидимся. Я знаю одно отличное место. Давай там встретимся. Хорошо. Если хочешь, могу заехать за тобой. Нет, не нужно. Отправь мне адрес, и я приеду. Как хочешь. Отправлю адрес сообщением, хорошо? Ладно, до встречи. Готово. Я подготовлю им такой незабываемый вечер, что они снова влюбятся друг в друга. Ты нечто. Пока еда готовится, приготовим салат и готово. Эмель, казалось, что столько блюд мы не сможем приготовить, но успели. Элиф накрывает стол в саду? Да, да. Я сказала ей накрыть стол там для разнообразия. И Халиль не вернулся с магазина. Позвоню, узнаю, где он. Халиль, ты где? Скоро приедешь? Почти на месте. Все купил, что нужно? Купил, купил. Хорошо, поспеши. Ждем тебя. Едет. Кузен, как дела? Что делаешь? Хорошо. Выхожу с фирмы, а ты? Я дома. Мне скучно. Привык, конечно, к развлечениям в Бодруме. Приходи, а? Я устал. Но все равно приходи. Ничего с тобой не случится. Не ищи отговорок. Какие отговорки? Я не лежу с утра до вечера, как ты. Я устал. Кузен, не тяни. Поиграем в PlayStation, ну и барыша захвати с собой по пути. От этого я не могу отказаться. Увидимся дома. Ослы? Брат Халиль. Садись. Не иди пешком. Ладно, хорошо. Пока. Как ты, Ослы? Хорошо, брат Халиль. А ты? Я тоже. Нужно было прикупить пару вещей в магазине. Их и купил. А я ходила на собеседование. Да? И как прошло? Не очень хорошо. Да уж. Ослы, если тебе нужна работа, могу поговорить с господином Нехатом. Может, в фирме есть вакансии? Не стоит. С самого первого дня просить и дом, и работу некрасиво. Чего некрасиво? Когда ты их узнаешь, они тебе понравятся. Они понимающие, хорошие люди. Я и так жду вестей от одного места. Если не получится, я дам тебе знать, брат Халиль. Ладно, как знаешь. Ладно, как знаешь. Если хочешь, подброшу тебя туда. Правда? Будет очень здорово. Конечно, я еще не спрашивала у мамы, если она разрешит. Хорошо, ты спроси. Если разрешит, я с радостью тебя отвезу, ослы. Хорошо, брат Халиль. Спасибо. Брат Халиль, я помогу тебе. Хорошо, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...